Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от Ажизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребята, если вам понравился данный ролик и ролики в целом на моем канале, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет очень приятно, тем более совсем немного, нам осталось до 1000 подписчиков. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, давайте вместе добьем там 50 подписчиков. Ну что же, сегодня у нас 4 матча, причем старт Лиги Чемпионов. Мы играем против Реал Бетиса, я так смотрю, что мы действительно не играли, это будет у нас первая игра, мы играем причем на выезде, поэтому будем потихонечку готовиться против Урала, которые идут на седьмой строчке. Я попытаюсь немножко ротировать состав, надеюсь у нас получится обыграть их и вторым составом, поэтому даже вместо Пикфорда готов выпустить Лунева. Стевенса я выпускаю вместо Дугласа Сантоса, а здесь еще и так не готов. Давайте выпущу Прохина. Аки, думаю, останется на поле, так же как и Караваев, у него неплохой рейтинг, ну именно командный дух высокий, поэтому мы его тоже оставим на поле. Ну что же, немножко изменили состав, немножко буквально, поэтому вот таким составом мы выйдем. Так что посмотрим, играем на выезде, Урал против Зенита, поехали. Итак, стадион Центральный, город Екатеринбург, Урал принимает Зенит, поехали. Караваев неплохо на пола Сеса, в центре Бариос, находит пасом Сердара Азмуна, тот очень грамотно отдает на Мостового, немножко у Андрея не получается. А вот какое здесь забегание Сердара Азмун, открывает счет в первой же атаке, шестая минута, 1-0, Зенит выходит вперед на выезде, супер. И Жезус замечательная передача на Малкома, и Малком забивает второй. Перед самым перерывом Зенит забивает еще один, увеличивает преимущество. Вот это вот наша бразильская связка в нападении Малком и Жезус, снова забивают, отыгравшись в стеночку возле штрафной, или даже уже в самой штрафной зоне. Нет, возле нее. Ну и здесь Малком замечательно. Немножечко еще своего дриблинга бразильского показал и забивает. Отлично. И Аздоев забивает. Не зря мы его выпустили, Паласиос немножечко там подустал, и мы выпустили Магомеда Аздоева на поле. То есть на этого игрока мы уже никакую даже цель не ставили. Мы его вроде как даже на продажу выставили. Вот. Поэтому просто его выпустили из-за того, что Паласиос подустал. И Чумбы нет. То есть пока игрок находится у нас в команде, дали ему вот шанс. Ну и замечательно подключился он к атаке. Шамуродова мы тоже вот выпустили, и он записывает на свой счет голевую передачу. Ну и 3-0. Мы обыграем Урал на выезде. И все, заканчивается матч. Уверенная и разгромная победа на выезде. Азмун, Малком и Магомед Аздоев нам приносят победу. Лучшим игроком стал Малком. Лидерство у нас в 5 очков в чемпионате. Так, Бенджамина Павара согласны нам продать за 19 миллионов. Ну и 3-800 у него будет зарплата у нас. Даже пошел на небольшое понижение. Пока что денег у нас, естественно, нет. Мы будем ждать, как только кого-то нам получится продать. А шрафы Хакими предлагают нам скауты подписать. Пока что, естественно, возьмем. Габриэль Жезус получил прозвище от болельщиков, и теперь он у нас Фантом. Сейчас у нас матч в Лиге Чемпионов. Мы играем против Реал Бетиса. Играем на выезде. Поэтому я надеюсь, все ребята у нас будут заряжены. Посмотрим. Ну, я даже вот вместо Чалова бы Шамуродова взял, который Голливую у нас отдал против Урала. Ну, а так все. Немножечко игроки, естественно, подустали из-за прошедшей игры, которая была совсем так недавно. Играем на выезде. Реал Бетис против Зенита. 1-8 Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Бенито Веламарин. Реал Бетис принимает Зенит в рамках Лиги Чемпионов. Стадия 1-8. И наш первый матч в этом сезоне в раунде плей-офф. Поехали. И Габриэль Жезус не забивает. Но здесь Азмунд с добиванием все-таки открывает счет. 60-я минута матча. 1-0. Сердар Азмунд забивает очень важный гол. В сегодняшнем матче мы давили. Мы контролировали эту игру. Рано или поздно забить мы должны были. И вот получилось. Азмунд здесь практически в упор. Не смог забить. Хорошо на добивании сыграл Сердар Азмунд. И мы забиваем гостевой гол в Лиге Чемпионов. Замечательно. И все. Заканчивается матч. Минимальная победа Зенита в Лиге Чемпионов на выезде. Главное, что забили выездной гол. Меня это уже радует. В следующем матче должны как-то полегче мы стартовать. Ну, по матчу действительно, смотрите, 9 ударов, 6 твор. Бетис отбивался. Так что матчи они очень хорошие себя показали. Азмунд 7.5 оценку заслуженную получает. Так, скауты нам нашли. Диога Долота из Манчестер Юнайтеда. Ну, 79 рейтинг. Честно, вот я не знаю. Я бы хотел бы действительно прям там усиление такое вот сделать. В качестве там плюс 80 игрок. Но вот как-то это все не то. Здесь у меня и Карвайев 79, и Суарес тоже 72. Поэтому мне нужно хорошего вот правого защитника 80+. Как-то так. Сейчас у нас игра против Сочи домашняя. Они идут ниже, кстати, 10-й строчки. Сейчас мы глянем на 14-й. 19 очков. Неплохо, буквально. Вот смотрите. 15-16-я строчка по 9, а у них уже 19-10 очков отставания. У Ахмата до Сочи. Поэтому как-то вот Ахмат и Химки плоховато проводят этот сезон. Но посмотрим. Посмотрим. Тем более у нас следующая игра будет против Краснодара. Немножечко тоже сможем, я надеюсь, состав ротировать. Играем все-таки дома. Ну что же, вот таким составом мы выходим. Пришлось многих из состава убрать, чтобы отдохнуть. Зимит против Сочи. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зимит против Сочи. Матч в рамках чемпионата России. Поехали. Дриуси с мячом. Началова и Чалов пушкой с левой ноги. Открывает счет все-таки в сегодняшнем матче. Были у него моменты в первом тайме, которые не смог он реализовать. Вот, во втором тайме 56-я минута с левой ноги. Хороший удар. Хороший гол. Причем с Дрюси они вдвоем соорудили эту вот атаку. Ну и вот. 1-0. Зенит выходит вперед. И все. Финальный сесток. Минимальная победа Зенита дома. Над Сочи. Единственный гол в сегодняшнем матче забил Федор Чалов. Четыре удара. Три в створ. 60 на 40 практически. Пладение мячом. Игра была за Зенитом. Могли забивать и побольше. И это вот не повезло. Ну и все-таки состав главный тренер ротировал на эту игру. После 21-го тура мы все-таки лидировали с 5 очков на ЦСКА. Так, скауты нам нашли Эдера Милитао из мадридского реала. В любом случае пока что мы, естественно, добавим этого игрока. Ну и что у нас по новостям. Победная серия команды Зенит. Остановление нового таланта про Суареса. Нашего правого защитника. Скоро состоится прощальный матч. Высокие ставки на Галеодора Габриэля Жезуса. Бывший юниор про Суареса. Ну и все. Кратенько по новостям пробежались перед игрой с Краснодара. В сборную место попал Лунев, Шамуродов и Габриэль Жезус. Ну а у нас сейчас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем мы против Краснодара. Играем на выезде. Первая строчка против третий. Матч все-таки важный. Соберем сейчас состав. Посмотрим, кто готов, кто может. И будем приступать. Состав очень быстрый мы собрали. Поменяли только выпустив Фила Фодена вместо Паласиоса. Ну и вот таким составом мы выйдем против Краснодара. Итак, Краснодар стадиум. Краснодар принимает Зенит в рамках очередного матча чемпионата России. Мы заряжены. Абсолютно по полной. И Жезус все-таки забивает. 31-я минута Азмун. Шикарную голевую передачу отдает на Габриэля Жезуса. И все. 1-0. Зенит выходит вперед. И шикарная передача на Жезуса. Тот на Дреуси и он забивает. И это 2-0. Зенит увеличивает свое преимущество. А Жезус записывает на себя гол плюс пас. Ну, шикарная игра бразильца. Здесь очень хорошо Дреуси поборолся. Проник в штрафную. Сантос на подаче. Очень хороший. Но здесь Малком должен забивать. И это гол. Очень бильярдно сейчас прям сыграл Малком. Ну и все. Бразильцы, наверное, очень хорошо прошли вот этот перелет из Санкт-Петербурга в Краснодар. Аклиматизация в таком южном городе для них, наверное, мне кажется, немножечко схожа с Бразилией. И вот, смотрите. Хорошая передача от одного бразильца. Почти был голевой. И в самый, вот прям в самый, в притирку. В притирку со штангой забивает в самый нижний угол. Кто только мог быть Малком. Со второго касания, с лета прям, ну замечательно. То есть подработал, пробил. Супер. И Жезус забивает. Отлично. 4-0. 90-ая минута матча. Габриэль Жезус забивает дубль. Если не ошибаюсь, то и у него еще голевая передача была. На Дреуси. Поэтому Жезус, ну, должен становиться игроком матча. Сегодня обязан. 2 плюс 1. Заработал Бразилиец. И все. Финальный свисток. 4-0. Зенит разгранил Краснодара на выезде. Дубль Жезуса по голу. Записали себя с Андреуси и Малком на свой счет. Ну и Жезус становится игроком. Игроком сегодняшнего матча. 11 ударов. 8 створ. Да, Жезус 7.5 оценку получает. Лидерство у нас все так же в 5 очков. Так. По моей команде пришло сообщение. Лунева хотят купить в Фулхэм. Я вроде как не собирался. По крайней мере, Лунев ходит 31 год ему. Немножечко на спад пошел. Но пока что это все-таки не тот момент. Магомед Аздоев Айнтрахт хочет его подписать. Давайте цену хотя бы поднимем. До 6 миллионов 200 тысяч. Постараемся за такую сумму его продать. Скауты нам все так же находят правого защитника. Это Эмри Джан. Который сейчас в Армении. У него стабильный как-то 83 рейтинг. Все так же идет. Ну и по позициям, как мы видим, может сыграть и в центре поля, и в центре защиты, и справа. Ну, мы будем покупать, наверное, чистого правого защитника. Ну и все на сегодня, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Немножко нам осталось до 1000. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok